ну что итак всем здравствуйте здравствуйте рады приветствовать снова вас на наших мероприятиях онлайн мероприятиях мастер-классах тематических встречах можно выбрать любое название которое вам нравится мне так нравится мы сегодня будем говорить о чем давай мы будем говорить о прошлом которое нужно завершить бывает же такое что людям нужно какое-то прошлое закончить ну да потому что наверное есть людей в головах идея что многие могут жить прошлом и забывать о том что есть настоящее будущее и крутить какие-то образы воспоминания какие-то внутренние диалоги с кем-то вести из своей прошлой жизни и это очень истощает эмоционально ментально физически наверное даже вот да и наверное есть смысл в какой-то момент разобраться с таким прошлым и ресурсным отягощающим и вернуть себя настоящее видеть свое будущее начать построить наверное но я бы сказал что существует три три наверное момента до три ситуации в которой нужно что-то с прошлым начать делать вариант 1 когда в прошлом к сожалению в прошлом осталось что-то очень хорошее и мы постоянно об этом помним да и мы постоянно туда пытаемся вернуться мы постоянно вспоминаем о том что я то в советские годы да вот таком варианте человек как правило думает что лучше чем раньше а у него уже не будет не будет мороженого лучше чем было раньше а не будет такой любви которая была раньше не будет таких встреч, не будет такой работы, которая была раньше, да, то есть фактически человек действительно что-то потерял, и на этом он прекращает жить и прекращает ждать чего-то хорошего в каком-то контексте. Ну да. А почему он так думает? А потому что вот та самая ценность, да, которую ты сказала, там, любовь, счастье, радость, что-то еще, это ценность, ну мы же знаем, да, ценности находятся только там, только в голове, никак ни с чем, ну в смысле не то, чтобы никак ни с чем не связано, сама по себе ценность находится только там. Но у нее, опять же, есть некоторая идея наша о том, как она выражается. Мы ищем выражение ценности, мы видим в мире что-то, это что-то для нас обозначает, что в этом месте наша ценность реализована, там замыкается какая-то цепочка, капает гармончик, и мы ее радуемся. Вот. И вот это вот то, что мы ищем, вот это вот то, что мы привыкаем к реализации определенной ценности, ну да, мы привыкли к такой мороженке, мы привыкли к такому поведению этого человека, мы через это реализуем свои ценности. Реализовывали достаточно долго, год, два, три, четыре, пять, там, десять, не важно. Чем дольше, тем больше мозг привыкает, что вот тут вот прям нормально получается, да, вот тут наша ценность прям классно реализуется, я к этому привык, мне вот так вот все нравится, у меня это уже во всех планах учтено, да, у меня это уже там прописано во всех моих этих, там, я уже планирую, что вот там через месяц, снова будет вот это, я опять обрадуюсь, то есть, ну, все нормально, уже как бы все бизнес-процессы, да, в голове построены вокруг вот этого всего, у меня контракты, в конце концов, подписаны, да, а тут внезапно исчезает. Исчезает человек, исчезает город, исчезает любимая группа, да, исчезает, там, любимая рубашка исчезает, в конце концов, и вместе с тем. Ну, вот еще обращу внимание, да, и действительно, социальное общество нам помогает вот фиксировать что-то хорошее в прошлом, когда с детства ребенку твердят, вот сейчас у тебя самое лучшее время, ты сейчас ребенок, наслаждайся, скоро это закончится. Да, и, конечно же, человек, когда вырастает, он твердо знает, что его лучшие годы ушли, и его в этом убедили, да? Ну, когда в твои годы был, я так играл, играл, а потом работа началась, вот это все уже. Да, да, какие-то ценности связываются, хорошие ценности связываются с каким-то временем или объектом, или местом, да, то есть вот на море, например, всегда хорошо, а на даче, на огороде как-то вот прям чуть не очень, да, вот такие социальные якоря, или там школьные годы чудесные, да, студенчество еще золотое время. А если говорить об отношениях, то нет ничего круче первой любви, да, то есть, ну, вот все, после первой любви уже тоже мало кто чего ждет, потому что первая любовь самая яркая, самая настоящая. А потом уже все, расходимся. Да, а дальше уже это так, несерьезно. И это, да, убеждение, которое в том числе общество формирует и поддерживает. И тем не менее, все это ведет к тому, что человек залипает в прошлом, он начинает жить в воспоминаниях, и у него запускается тот самый круг, о котором ты сейчас и говоришь, да, что ценности там спроецированы, и мозг стремится снова и снова ощутить вот то состояние, те эмоции, которые были тогда, возвращается к воспоминаниям и прокручивает, прокручивает вот эту пленку, заезженную, зачастую. Ну, это правильно, да, это как бы, ну, это неправильно, это логично. Если мы не можем вернуться туда, в прошлое, и реализовать снова тем же путем вот ту самую нашу ценность, да, мы можем погрузиться в воспоминания и реализовать ценность через воспоминания и перепроживание о ней. Ну, если нормально, да, и как бы хуже, конечно, да, хуже, но тем не менее, это вот как-то дает типа успокоение. Благо у нас в НУПИ существует техника. Техника, называемая техника работа с горем, с потерей, техника прощания, она же техника отсушка, и еще, по-моему, несколько вариантов ее названия существует. Ну, тоже выберите любое, которое вам нравится, демократия. Которое укладывается в вашу модель мира, да. И техника, ну, она достаточно проста. Задача одна. Нам нужно вот этот вот образ, в который мы залипаем, начать от себя отодвигать. Просто отодвигать и все. И думать о том, ну, вот с отодвиганием, да, что мы теряем. То есть, если возникает мысль какая-то типа там, ну, как же, а я же так даже без вот этого, вот без чего вот этого. В этом месте мы вытаскиваем, получается, на осознанность ценность и нужно сознательно переводить ее в настоящее и в будущее. То есть, сознательно начинать искать, где эта ценность еще может быть реализована и как. Где, ну, понятное дело, что детская радость жизни заключается в том, что ты прыгаешь, бегаешь и на велосипеде, когда тебе 45 лет, наверное, там уже такой вариант не совсем рабочий, да. Но радость-то жизни никуда не делась как ценность и найти ей новый способ удовлетворения. Помнишь, у нас был случай, человек с пацанами в подъезде с гитарой не досидел в восьмом классе, да. И это превратилось к 40 годам, это превратилось в навязчивую фантазию о том, что однажды я научусь играть на гитаре. Вот, причем мозг ему как бы напоминал, ну, так это намекал, да, что типа там, не надо тебе вот это, ты чего? Ну, то есть, он на протяжении пяти лет, по-моему, так и не мог начать учиться на гитаре. Оказалось, да, вот он вспоминал, вот оно там осталось. А на самом деле ему нужно было просто вот некоторая такая общность интересов со своими друзьями. Только там, где была гитара, это был действительно подъезд и такие же восьмиклассники, и там все идет по плану, вот это все, да. А сейчас-то это такие же 40-летние дядьки, они приезжают раз в неделю или две на машинах поиграть в футбол, обсудить за бизнес. И вот это все, и это то же самое. То есть, ценность реализуется та же, но способ реализации, ну, уже новый, да, уже как бы вот сейчас подходящий для тебя такого. Ну, а может быть и такой же. Если мы говорим о человеке, да, если мы говорим о том, что, ну, там, к сожалению, да, потеряны какие-то отношения с человеком, там, развод, потеря человека, ну, хочется, ну, вернуть, в принципе, такие же отношения, да, там, без какой-то подстройки. Ну, да, там будет новая любовь, да, будет новый человек, будет что-то еще, будут новые друзья. То есть, там, может быть, даже и не будет исправляться именно способ реализации, но будет исправляться где, когда, с кем. Да, совершенно верно. Контексты станут актуальными, потому что пока мы мозгу не объяснили, что теперь просто нужно делать по-другому, да, ценность важна, она имеет значение. И, конечно, важно быть реализована просто другим способом. И как только вы предлагаете адекватные уже к настоящему, текущему моменту и вашему статусу варианты, мозг с удовольствием за них ухватится, потому что так реализовать ценность будет гораздо проще. А мозг наш любит простые, эффективные решения. И, в общем-то, вы очень быстро сможете вот эту замену произвести и почувствовать тот самый доступ к радости, к счастью, к комфортному общению, признанию среди сверстников, друзей, коллег и так далее. Вот, и вот такое отодвигание образа, о котором мы говорили, бывает достаточно действительно просто отодвинуть образ. Вот мы сказали о том, что когда вы отодвигаете, могут прийти некоторые сомнения, да, вот что его жалко отодвинуть, что вот с этим связано что-то, какая-то паска в душе может появиться, а может и не появиться. Очень часто бывает так, что мы гоняем свои мысли, образы просто по привычке и просто не отдаем себе отчет, что в этом уже просто нет необходимости никакой. И когда вы начнете этот образ отодвигать, вполне такое может быть, что он легко, спокойно отодвинется и перестанет вызывать в вас вот те самые эмоции, потому что они уже давно реализуются другими способами. Вы вспоминали это, ну, по какой-то там своей, не знаю, традиции, какой-то привычный ритуал или, может быть, друзья или круг общения наводили вас регулярно на эти мысли и тоже обсуждали по привычке. Вот, поэтому как вариант, что просто отодвигание образа приведет к тому, что вы спокойно переключитесь на другие способы реализации этой ценности. Хорошо. Дальше. Окей, мы разобрались с тем, почему мы можем залипать в приятном прошлом. Ну, то есть это достаточно логическая мысль, да, все понятно. Почему мы можем залипать в неприятном прошлом? То есть это второй вариант, да, второй вариант залипания в прошлом. Второй вариант того, когда прошлое нам мешает. Почему мы можем крутить годами ситуацию, в которой что-то пошло не так, да, в которой там мы что-то сделали неправильно, поступили неправильно, с нами поступили неправильно. Ситуация стала развиваться по какому-то неправильному сценарию, да, там, то есть все рухнуло, там, случился какой-то там коллапс, там, дизастер, все плохо. И в этом наполовину, как минимум, оказались виноваты вы, например, да, ну, или на другую половину оказались виноваты вы, выберете любую. Эти-то ситуации почему мы помним. Казалось бы, зачем? Ну, облажался и облажался, забыли и забыли. Ну, нет? Нет. Нет? Нет. А потому что, потому что мозг считает полезным, и нам трудно с ним в этом не согласиться, да, мозг считает полезным. Извлечь уроки из этих самых неудач. Это вот там у нас в НЛП есть, да, присуппозиция о том, что нет неудач, есть обратная связь, так вот, собственно, мозг-то и считает полезной эту самую обратную связь. То есть, притаскивает нам постоянно вот это вот, говорит, ты вот это помнишь, ты так и не понял, что там надо было сделать, ты так и не вынес никакого урока-то из этого. Ты продолжаешь делать так же, ты не понял, почему это случилось, и ты не защищен от такого в будущем, говорит мозг. Поэтому вот тебе перед сном, давай еще раз посмотрим первый сезон вот этого вот «Игры престолов», вот этой твоей. Да, как раз легкое состояние транса, все, что нужно для хорошей, глубокой... Давай, давай посмотрим первую серию первого сезона, там как раз для тебя закончилась борьба за власть, да? Ну, ты же не собирался так быстро сдаваться, а закончилась, а почему? А ты так и не знаешь. То есть, мозг прав. Единственное, что, может быть, мы не совсем правы, может быть, мы не знаем, как это правильно сделать, а как это правильно завершить. Нам на помощь опять приходит NLP. Казалось бы, сколько можно, но нет, опять NLP. Есть такая замечательная техника в NLP, техника выдачи и получения, ну, на самом деле, трансформации, обратная связь, обратная связь высокого качества. Когда мы рассматриваем ситуацию, в которой что-то пошло не так, ситуацию неудачи, ситуацию какой-то там поражения, потери, надо разделить ее на несколько частей. То есть, во-первых, все-таки осознать, что там было сделано хорошо и правильно, то есть зафиксировать, что вот в этих вот местах, вот в этих там элементах нашего поведения, наших стратегий, все было сделано нормально, все было сделано правильно, тут проблем никаких нету. А в остальном увидеть не то, что было сделано неправильно, да, а сформулировать через идею, что можно улучшить, конкретно, что конкретно можно улучшить, что конкретно можно сделать лучше, эффективнее, по-другому, в следующий раз, чем четче, чем понятней, чем сенсорней, чем конкретней и проще. Будут вот эти вот рекомендации, тем быстрее мозг их воспримет и скажет, о, вот это ты молодец, это ты научился, это ты все понял, теперь спи, молодец. И изнутри поцелует в лобик. Да, таким образом вы переводите в свой же собственный фокус внимания с деталей, которые вы сделали не так, как хотели бы, да, и корите себя за это, раз за разом прокручивая эти детали, вы переведете фокус внимания на то, что было все-таки в этой ситуации сделано правильно, и в дальнейшем это можно оставить правильные решения, правильные действия оставить, и предположить, прогнозировать, сконструировать детали, которые можно сделать лучше, да, сделать по-другому. И тогда мозг действительно получает те самые четкие, конкретные инструкции, что делать в следующий раз в аналогичной ситуации. И на этом, что называется, цикл завершается, и вы к этому вопросу больше не будете возвращаться, потому что жизнь продолжается, и у вас появляются новые и новые ситуации, в которых вы действуете уже с учетом полученной обратной связи, уже с учетом того, что вы научились на собственных ошибках. Ну, и еще один вариант, при которых происходит залипание на негативных переживаниях, когда в каких-то ситуациях в прошлом вы кого-то в чем-то вините, кого-то или может быть что-то, случай родителей, бывшего супруга или супругу, там, друга, там, товарища, ну и так далее, неважно. Что-то произошло, и вы в этой ситуации обвиняете кого-то или в том, что этот человек неправильно поступил, или в том, что он отнесся к вам несправедливо, ну или еще в чем-то там, в предательстве, в ваших нереализованных надеждах, ну и так далее. Здесь идет речь о том, что вы чего-то ждали, на что-то рассчитывали, или, возможно, у вас был какой-то образ этого человека, какие-то прогнозы относительно его поведения, а он повел себя иначе. Не из идеи, прямо он это сделал специально, ну, может специально, может нет, но он просто поступил иначе. Соответственно, вот все ваши нереализованные ожидания или ошибочные прогнозы, они будут вас терзать, вы будете вспоминать об этой ситуации, об этих людях с обидой. Это говорит о том, что за обидой стоит что-то, что-то для вас ценное, что-то для вас важное, что было спроецировано, но не было реализовано. И здесь, вот как в первом варианте, мы предлагаем вам вот эти ценности, важные для вас моменты осознать. А что бы ни было реализовано, вы ожидали, что у вас позаботятся и не позаботились? Хорошо, забота – это важная ценность, важное состояние, ощущение. И из этого образа нужно вернуть вот это состояние, вернуть его себе и в свою жизнь, отправить в свою будущую жизнь. вы ждали, что вас будут любить, что на работе вас будут продвигать, но этого не случилось. Вы ждали, что вам помогут самореализоваться, и этого не произошло. Все эти ценности вы достаете из вот этих воспоминаний, которые вас пригожат, возвращаете себе и отправляете мысленно, в образе, в свою будущую жизнь. И тогда вы тем самым тоже как бы развязываетесь о своем прошлом, вы возвращаетесь в свое настоящее, и у вас появляются перспективы, в которых есть вот те самые ценности, важные для вас вещи, и у вас появляется возможность там реализовать и достичь. Тогда четвертый вариант есть. Да, я попланировал еще один. Такой немножечко, может быть, местами странный, отчасти перекликается вот с тем, что ты сейчас сказала, когда человек вкладывался в какие-то ожидания. То есть ожидания же не на ровном месте возникают, а ожидания возникают все, когда мы что-то с этим сделали. То есть мы вкладываемся во что-то и рассчитываем получить что-то. Не получили. Здесь такое, как бы, с одной стороны, да, там ценность наша какая-то осталась, мы ее там ожидали, да. С другой стороны, это и вот тот самый второй вариант, когда мы, ну, типа, кажется, что, может, мы что-то не доделали, да, может быть, там что-то еще здесь. Может быть, это и неудача тоже какая-то. Но я здесь хочу сказать про вариант, когда мы вот уходим из эмоций вот этих вот. То есть прошлое нам мешает, но это не эмоциональная штука. Когда нам мешает, ну, как бы сказать, вот груз знаний, груз прошлого, там, груз информации, груз того, всего того, что я знаю, всего того, что я умею, всего того, что я помню, да, или не помню. То есть, ну, память так-то по большому счету просто память. То есть она, вот, да, мы поговорили о том, что есть события, которые мы помним, потому что там было очень хорошо, да, есть события, которые мы помним, потому что там было очень плохо, а есть события, которые мы помним, ну, по некоторой привычке. Потому что мы на них много работали, да, мы долго учились, да, мы долго чего-то изучали, мы это хорошо знаем, мы это хорошо помним. что мы не то, что мы там супер гордились и нам больше нечем гордиться, но мы как-то хорошо в восьмом классе освоили свой родной город, хорошо его знали, ходили там везде. Мы до сих пор помним эти улочки, хотя мы там, например, не живем уже лет 20. Вот эти вещи, они не плохие, не хорошие, они просто есть. И с некоторой точки зрения они могут занимать вот это пространство в голове. То есть какие-то знания, которые, ну, с некоторой точки зрения действительно являются устаревшими. И их тоже можно, в принципе, завершать. Завершать вот, ну просто там не будет таких ярких ценностей, там не будет таких ярких прям вот переработки опыта. Там нужно просто вот в рабочем порядке перепросматривать их. Вот в этом смысле тут, конечно, Кастанеда был очень прав, потому что помимо того, что совершенно точно мы должны переработать весь вот этот травмирующий опыт, товарищ Кастанеда в своих книгах писал конкретно, что мы вообще весь опыт должны переработать. Весь его там, ну, либо очень сильно уменьшить, да, либо вообще, ну, там есть такое понятие стирание личной истории, да, уничтожение. То есть мы достаем какие-то события, мы достаем вот все, что мы помним, например, о родном городе. Ну, давайте, я на моем, например, примере, да, ну, да, есть такое, есть такое понятие родной город, есть у меня родной город, но только я, ну, вряд ли я вообще хоть когда-нибудь там, наверное, еще окажусь, ну, так, чтобы по-серьезному, да, чтобы там жить. А зачем? Ну, зачем мне помнить там расположение чего-то? А воспоминания же все равно куча, куча воспоминаний, куча ассоциаций. В них тоже есть, вот, ну, в них тоже есть ценности, не такие объемлющие, а там, ну, чуть-чуть, маленько сюда, маленько сюда, маленько сюда. И вот это все тоже нужно, нужно и можно, или можно и нужно доставать, доставать, и просто вспомнить, что нет необходимости помнить вот тот город, да, чтобы через это помнить, какой ты был умный вот тогда, как быстро ты освоил географию родного города, если ты, в принципе, и так сейчас уже умный, да, по куче других вариантов. А те, ну, можно сказать, что те элементы я-концепции, то есть те примеры я-концепции, которые, блин, как, брум, назад-назад, да, у меня в я-концепции написано, что я умный, и часть примеров, подтверждающих, что я умный, относятся к тому, когда я жил там 20 лет назад вот там. У меня сейчас новых примеров гораздо больше, они гораздо эффективнее, они гораздо прикольнее. Те примеры можно убрать, ну, можно парочку оставить, да, но в целом их можно... Ты очень умный, поэтому давай чуть-чуть попроще. Давай, вот все, что ты говоришь, вот в трех шагах. В трех шагах. Воспоминания, которые у нас есть, которые относятся, например, к периоду какому-то нашей жизни, который точно завершился. То есть мы не окажемся больше в этом городе, мы не встретимся больше с этими людьми. Это не плохо, не хорошо, но просто мы об этом помним. Вопрос, зачем мы об этом помним? То есть там тут не будет каких-то сильных отодвиганий, чего-то еще, тут не будет какого-то бутылка эмоций, просто задать себе вопрос, зачем я об этом помню, почему я об этом помню. Какие ценности хоть чуть-чуть вот с этим как-то связаны. Осознать и эти ценности быстренько найти, опять же, в настоящем. Там даже может быть не ценности будут, то есть не эмоциональные, а просто какие-то критерии, то есть просто что-то, вот какие-то сравнения. Просто там не будет, скорее всего, эмоций. Но если мы их, опять же, осознаем, перетащим в настоящее или в какое-то ближайшее будущее, то вот эти вот прям пласты прошлого, пласты воспоминаний, они из головы очень сильно уходят. Тем самым освобождая, освобождая вот как бы там для чего-то нового. Уже не будет такого ощущения, что типа там, вот я живу на свете уже столько лет, я все это видел. То есть как только начинаешь, да, превращаться в такого врачливого деда, ну врачливого не в том смысле, что там типа сейчас все неправильно, а в том, что типа там, вот, а я-то помню, там еще и вот это помню, и вот это помню, и вот это помню. Зачем? Ну, действительно, вот вариант, о котором ты говоришь, это, наверное, вариант уже для людей продвинутых, которые трансформировали свои, может быть, более эмоциональные воспоминания, да, которые действительно залипаешь, которые больше заряжены эмоциями, потому что если мы к чему-то относимся спокойно, и это нам никак не мешает, давай будем честны, в основном мы не настолько, к сожалению, там, или к счастью, осознаны, чтобы на эти детали обращать внимание. А вот там, где нам больно, там, где неприятно, или там, где очень классно, но, например, это в прошлом, да, и мы все время в память свою там взрываемся, это действительно привлекает внимание, и с этим легче нам проработать, потому что оно на поверхности. Ну, а потом, конечно же, для того, чтобы оптимизировать, там, может быть, свои ресурсы, для того, чтобы больше сил и энергии получить, можно почистить и остальные элементы, да, своего мозга. Есть такая интересная метафора, да, о том, что каждый человек в своей жизни проходит три этапа, да, терапия, счастливая жизнь и коучинг, ну, или путь героя, если угодно, да, вот. То есть, да, понятное дело, что если нас тревожит, понятное дело, что если у нас там есть беды, комплексы и все остальное из прошлого, нам вот куда, нам как бы в терапийку. Пусть она будет в кавычках, да, пусть еще что-то, но, тем не менее, нам нужно прекратить вот эти, прекратить конфликты внутренние, прекратить вот эти вот неприятные какие-то вещи. Когда мы их прекратили, классно, все, можно жить. То есть, мы находимся в той самой зоне комфорта, да, все хорошо поступило. А там как бы, да, там дальше уже понятно, что дальше уже могут быть, конечно, какие-то вещи, которые, ну, могут отчасти мешать более масштабным целям. Ну, то есть, почему я говорю, да, что там можно какое-то прошлое убирать, если человек уже вот изжив все свои вот эти вот старые цыплялки, да, живет себе спокойно и радостно, но накопленный опыт, он хороший, он нормальный, но он может ему просто-напросто мешать пойти, например, в совершенно другую отрасль работать. Да, да. Может мешать поменять сферу деятельности. И вот тут как раз мы тогда и попадаем вот в тот самый, там, четвертый вариант, когда нам нужно немножечко вот это самое прошлое ненужное, может быть, уже прорить. Ну, что у нас с вопросами? Посмотри, пожалуйста. А, что у нас с вопросами? Ну, как обычно, все очень понятно. Как обычно, все понятно, да? Рассказали, да, мы... Все понятно. Ну, что, я думаю, что... Самый понятный НЛТ России, судя по всему. Чаще всего, да. И я думаю, что мы на этом можем наш мастер-класс завершать. И вы будете смотреть его в записи. Можете оставлять свои вопросы в комментариях. Размещен эфир будет на YouTube, на нашем канале YouTube про институт МЛП Андрея Близнякова и Юлии Рословой. Пишите вопросы, мы обязательно на них ответим. Если у вас есть темы, которые вы хотели бы для себя раскрыть, тоже обращайтесь с вопросами. Можете писать в комментариях или нам в личку. Мы будем записывать для вас видео, чтобы они были практичны и полезны для вас. Ну что, тогда всем спасибо. Всем до новых встреч. Пишите письма, задавайте вопросы во всяких разных социальных сетях и в личку, и где-то еще. И для новых встреч мы планируем все-таки, наверное, в неделю раз вот так вот выходить, да и писать очередные выпуски НЛП-ТВ, которых уже что-то около 50 сон мая. Да. Всего хорошего. До свидания. Да. Всем всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok